Всем привет друзья, меня зовут Леша из Mutim Digital. Подписчик в телеграме отправил на зацен расписание для фитнес-клуба. Многие новички не обращают внимания на базовые вещи, из-за этого работы становятся непонятными и неопрятными. В этом видео вы узнаете, как сделать грамотный дизайн, когда вам доступен только текст и логотип, а приправлено все ограничениями печатного носителя. Ну шо народ, погнали! Первое, что режет мне глаза, но о чем не знают многие новички, это кавычки. Если вы дизайните для русскоязычной среды, то у нас используются только вот такие кавычки, они являются правильными. Начал я с кавычек, потому что об этом часто забывается и потому что они находятся сразу же в заголовке. Дальше проблемы куда более существенные. Маркеры списка, которые используются здесь, называются буллетами, это вот эти кругляшки. И проблема в том, что если мы отдалим дизайн и посмотрим его на расстояние, вот эти буллеты перетягивают внимание на себя больше, чем сами пункты списка. У нас есть куда более важная информация, я хочу ознакомиться, когда и что будет. Вообще использование такого тонкого шрифта это очень опасная штука, потому что то, как это выглядит у вас на мониторе, не всегда совпадает с тем, как это будет выглядеть при печати. Если этот носитель не очень большой, то при печати вот этот тоненький шрифте сможет быть очень плохо читаем и краска в определенных местах может вообще выпадать. Для надежности я рекомендую использовать минимум начертания регуляр, а чаще всего я рекомендую начинать с медиума. Другая важная проблема это размещение времени. Никогда в жизни в принципе вы не встретите, чтобы время шло после наименования занятия. Нам же в первую очередь интересно во сколько, что, а не что, во сколько. Хотя второе тоже в принципе звучит логично, но такого не бывает. Если же мы переместим время сюда, отпадет надобность в размещении буллетов. К логотипу тоже есть масса вопросов. Первый это то, что он впихнуть сюда, потому что его больше некуда впихнуть. Не то, чтобы это сильная проблема. Чаще всего я тоже придерживаюсь такой системы и я логотип размещаю в последнюю очередь, потому что мне важнее разместить всю основную инфу, а логотип это просто бирка, которая поясняет, что весь этот регламент относится к вот этому клубу. Тем не менее, его основная проблема заключается в том, что у него есть вот этот торчащий элемент. Он выглядит в любом случае неопрятно. Понятно, что эта претензия не к тому, кто создавал этот дизайн, а претензия к логотипу. Если бы у меня был такой заказ, я бы предложил переделать его, сделать каким-то более удобным, потому что размещать вот такую вот сверху очень неудобно. Она всегда будет торчать, вы никогда не найдете ей удобное место. Но из этой ситуации можно частично выпутаться, дальше я покажу как. Ну и моя любимая редактура текста. Я не устану повторять то, что дизайнер не ограничивается работой только с визуальной частью. Дизайнер сегодня совершенно точно должен уметь редактировать текст и убирать какие-то неважные формулировки, чтобы и самому было легче потом все это дело верстать, и чтобы конечному пользователю было легче прочитать то, что вы хотите до него донести. Регламент работы клуба ЗОЖ Бэланс. Мы уже видим, что здесь название клуба написано в логотипе, причем еще очень крупно. Зачем писать клуб ЗОЖ Бэланс? Регламент работы уже достаточно для того, чтобы понимать, что это. Есть два вот этих блока, которые очень напрягают. 5 и 19 апреля старт марафона стройности, 15 и 19 финиш марафона стройности. По сути это одна и та же информация, которая легко вмещается в один блок, но здесь ее разнесли на два и тем самым заняли полезную площадь от всего макета. Также здесь нарушается базовая логика со временем. У некоторых занятий, а точнее почти у всех, есть время от и до какого времени. Суббота, контрольные замеры. Что это означает? Что я могу прийти в течение всего дня? Тогда следует здесь написать время работы клуба, то есть условное 8.00, 23.00 или вроде того. У человека может возникнуть масса вопросов и их следует сразу же решить, если это возможно. То же самое касается старта марафона стройности. Если это какая-то дополнительная акция, без определенного времени это тоже стоит указать. Вы как дизайнер должны обратить на это внимание, потому что если бы мы предпочли здесь какую-то другую систему, где у нас все время идет время, то вот здесь что бы вы делали? У вас нет времени, то есть уже все, весь макет сбивается. Ну а закрывает все, как всегда, излюбленный супер маленький размер шрифта. Ребята, в который раз напоминаю. Если вы делаете макет для печати, то его будут смотреть люди с абсолютно разным зрением. Это не телефон, в котором вы можете призумиться. Это вот такой вот носитель, который вы держите в руке, либо пан, либо пропал. Понятно, что есть дизайн, в котором требуется эстетика. Как, например, узары, вот эти вот микроцены, хотя мне они тоже неудобны. Но я хотя бы понимаю, что, окей, это что-то модное, они что-то придумали себе какую-то идею с маленьким размером шрифта. Окей, допустим, это выглядит эстетично. Если мы сейчас начнем заполнять макет моими любимыми прямоугольниками и смотреть на количество бесполезного пространства, то мы заметим, что полезная область не такая и большая. У нас есть два вот таких огромных прямоугольника с абсолютной пустотой. Что я предлагаю в этом случае? Первое, что можно сделать, это поделить макет на три вертикальных столбца. Да, пропадает идея, как в оригинале, то, что у нас здесь расписание на каждый день, а здесь у нас на конкретные числа апреля. Но я не вижу в этом никакой проблемы. При этом увеличивается размер шрифта, а я готов пожертвовать какой-то вот подобной логикой ради увеличения размера шрифта. Это куда более важно. При этом здесь есть четкая, понятная структура. День недели, время, услуга. И все это отделяется при помощи больших отступов. В этом макете я оставил заголовок, как был в оригинале, чтобы показать, что и в таком случае у нас есть способы, как с ним можно манипулировать, как его можно сделать эстетичней. При этом сюда легко помещается логотип в шапку. Я вам вообще в принципе рекомендую руководствоваться принципом шапки. Если у вас есть возможность в нее поместить всю основную информацию, чтобы она не путалась здесь, обязательно воспользуйтесь этой методикой. Хотя логотип неудобный и у него все равно торчит вот эта дурацкая листва. Но что поделать, это не так уж и режет глаз, потому что все выровнено по одной линии. Это перекрывает вот этот торчащий элемент, выглядит все равно почему-то эстетично. Потому что именно выравнивание и создает вот эту эстетику. Я сократил заголовки. Если у нас здесь был понедельник, среда, пятница, причем без запятых, то здесь можно просто ограничиться стандартными сокращениями, понятными каждому. Здесь-то нарушалась базовая логика. Каждый день, потом понедельник, среда, пятница, вторник, четверг и внезапно суббота. Почему здесь суббота? Пятница ведь идет раньше субботы. То есть это тоже такое замечание, о котором следует задуматься. Придерживайтесь просто базовых логичных принципов. Или логических, не знаю как правильно сказать. Такая структура вас точно не сбивает. Вы читаете первую колонку, передвигаетесь на вторую, читаете сверху вниз и, наконец, третью. Упоминание о неком клубе ЗОЖ АШИК, чтобы это не значило. Лучше поместить в начало, чтобы человек сразу видел, что это касается конкретно вот этой вот штуки. И если я не состою в клубе ЗОЖ АШИК, повторюсь, чтоб это не было, я сразу не буду это даже читать, мне это неинтересно. А если состою, то дальше прочитаю и порадуюсь. Нифига себе, дегустационный день, буду что-то кушать. Но на этом идеи не заканчиваются. Предлагаю наиболее разумный вариант, как бы это делал я, если бы у меня была такая задача. Используется та же система по сути, но просто все стало в разы логичнее и в разы крупнее. Заголовок сокращен до регламента работы апрель 2023. Размещается по сеточке вот здесь, в уголочек, чтобы все это встало максимально аккуратно. Можно сдвинуть на один уровень с логотипом и с вот этими днями недели, но я считаю это лишним, чтобы дополнительно не было какой-то связи, лучше поставить вот таким образом. Каждый день заменен на ежедневно, потому что здесь же мы пишем еженедельно, тогда и здесь нужно писать ежедневно. А здесь, если вы хотите каждый день, то здесь каждую неделю. Дополнительное упоминание, как здесь, фит-клуб, клуб ЗОЖ Ашик, я поместил в заголовок ко дню недели, потому что здесь он смотрится наиболее разумно. Здесь удлиняется строка, что тоже хорошо. Так заголовок, получается, закрывает большую площадь и перекрывает, получается, мероприятие, которое стоит под ним. Он отделяется дополнительным цветом, чтобы не путаться с днем недели и при этом не путаться с данными, которые стоят снизу. С разделителями я постоянно напоминаю, что нужно быть аккуратным, но если вы ставите их немного и в тех местах, где они действительно нужны, то они очень помогают отделить вам дни недели или любую другую информацию, которую вы хотите отделить друг от друга, потому что площадь у нас ограничена. Если мы уберем разделители, давайте покажу, то уже не так очевидно, что вот это разные дни недели, можно их прочитать как-то слитно, все слипается, а таким образом все остановится на свои места и выглядит опрятно. Можно использовать стандартный формат таблицы, когда каждое значение у нас стоит на одной линии, но таким образом не совсем хорошо выглядят остальные услуги, потому что у нас везде разное время, такое количество цифр, а вот здесь такое, а где-то еще больше, как вот здесь. И получается, что разрыв между 8.00 и 22.00, если мы поставим по одной линии, будет чрезмерно большим, например, вот так. Понимаете, уже не так легко соотнести это время с вот этим мероприятием. Дурацкий логотип. Что можно было сделать с ним? Все очень просто. Он помещается вот сюда и легко растягивается на всю длину простым перебросом под заголовка в сторону. Если кто-то сейчас скажет или захочет прокомментировать, что заказчик это не разрешит или не разрешит, поверьте, он на это согласится, если вы покажете ему подобный макет. Если вы обоснуете это тем, что таким образом у нас получается максимально добиться заполнения всей таблички, у нас ничего не путается, ничего не торчит, то он на это согласится. Если вы не предоставите никаких аргументов, то, конечно, почему ему вообще с вами соглашаться? Вы просто сделали так, потому что вы захотели так. Какой вариант верстки использовать для своего проекта, решайте, конечно же, сами. Согласуйте это с заказчиком, смотрите на что он соглашается. Но я бы предлагал только вот этот вариант. Вот этот я бы все-таки отложил, потому что в нем тоже нехорошо заполняется место. Его нужно экономить. А вот здесь получилось еще больше сделать шрифт. Если здесь 28, то здесь это 26. Кажется, всего два пункта. Но поверьте, они очень играют на руку. И вы сами видели при сравнении с оригиналом здесь буквы в разы читаемее. И, соответственно, это больше устроит конечного пользователя. Не забывайте про все обряды в виде лайков и подписок. А еще обязательно заходите в наш телеграм-канал. Мы пишем только практические статьи про дизайн и маркетинг. До скорого!